В эфире телеканал ОБТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Президент Петр Порошенко сегодня проведет первое рабочее заседание Национального Совета Реформ. В нем примет участие и председатель НБУ Валерий Гонтарева. Во время заседания планируется утвердить стратегическое видение развития Украины до 2020 года персональный состав Исполнительного комитета Национального Совета Реформ. Также собираются обсудить статус реализации ряда приоритетных реформ и выполнения соглашения об ассоциации с ЕС. Сегодня реформа это не политический лозунг, это конкретное решение, тяжелое и непопулярное, но крайне необходимое нашему государству. Национальный банк предлагает максимум усилий, чтобы сохранить стабильность банковского сектора и всей финансовой системы, заявила Гонтарева. Она также сообщила, что регуляторы имеют четкое представление о дорожной карте и изменениях в финансовом секторе. Председатель НБУ Валерия Гонтарева назначена в состав Национального Совета Реформ в соответствии с указом президента Украины от 22 декабря этого года. Также председатель Национального Банка Украины Валерия Гонтарева примет участие в заседании Верховной Рады 26 декабря, сообщает пресс-служба НБУ. Валерия Гонтарева проинформирует народных депутатов относительно текущего состояния дел на денежно-кредитном рынке и банковском секторе страны. Председатель НБУ готова к конструнтивному диалогу с парламентариями относительно пути стабилизации отечественной экономики и первоочередных шагов органа власти в этом направлении, сообщает пресс-служба НБУ. Первые пакеты из 15 необходимых для реформ законов должны принять на ближайшем заседании Верховной Рады, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание правительства. Он подчеркнул, что необходимо будет принять их в первом чтении и в целом, и добавил, что в работе профильных комитетов примут участие все члены правительства. Публично обращаюсь ко всем лидерам политических сил коалиции. Блок Петра Порошенко, за Народный фронт я отвечаю, партия Батькевщина, Тимошенко Юлия Владимировна, наши партнеры из Самопомощи и Радикальная партия. Коалицию сформировали, программу действий правительства проголосовали, членов правительства делегировали. Народу Украины обещали, теперь осталось выполнить. В Минске началась встреча контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Переговоры проводятся в закрытом режиме в Доме приемов МИД Беларуси. Ранее туда прибыли делегации ОБСЕ во главе со спецпредставителем Хайди Тельявини, бывший президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Как заявила журналистам представителя БСЕ, на встрече предполагается обсудить четыре блока вопросов. Речь идет о прекращении огня всеми сторонами, отводе тяжелой техники, полном обмене пленными и доставке гуманитарной помощи на подконтрольные боевикам территории для предотвращения гуманитарной катастрофы. И в свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин накануне заявил, что основной вопрос, который будут обсуждать на предстоящей встрече, это выполнение ранее заключенных минских договоренностей. ГАИ в Киеве ликвидируют. Вместо инспекции создадут патрульную полицейскую службу к весне 2015 года. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook. По его словам, 20 января объявят набор на обучение в новую патрульную службу столицы. Принимать желающих будут на конкурсной основе. Затем они в течение трех месяцев пройдут обучение и тренинги. Далее аналогичная реорганизация развернется в больших и малых городах, пишет Арсен Аваков. Также глава МВД отметил, что набор в создаваемую патрульную службу открыт для всех – военных, милиционеров, студентов и дипломированных специалистов. Главное – это принципиальный и доброжелательный настрой на новое качество службы. Тем временем в рабочем комитете замглавы МВД руководителя аппарата Сергея Чеботаря выявлены два прослушивающих устройства. Чиновник намерен обратиться с заявлением в Генпрокуратуру. Об этом сообщается на сайте МВД. По словам Чеботаря, правоохранительные органы находятся на пороге реформирования и ведут активную борьбу с коррупцией. И сейчас против них и против государства в целом идет полноценная война. Поэтому не исключено, что кто-то из сотрудников МВД работает в интересах соседнего государства. По мнению Чеботаря, установка подобного записывающего устройства могла бы связана с бывшим руководством ведомства. Таким выводом подтолкнуло то, что Министерство внутренних дел – это режимный объект и доступ в здание ограничен. Кроме того, по словам специалистов, чтобы установить подобное устройство, понадобился бы не один час. Камера, которая работала круглосуточно, могла передавать как видео, так и аудиосигнал. Личные интересы они поставили выше государственных. Они игнорируют интересы государства. А имея такую информацию, могли передавать ее лицам, которые на сегодняшний день работают против Украины. Буду обращаться в прокуратуру для того, чтобы провести всестороннее расследование. За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранено двое украинских бойцов. Погибших нет, заявил спикер АТО Андрей Лысенко. По его словам, боевики продолжают нарушать режим тишины, обстреливают позиции украинских военных из всех видов оружия. Наиболее напряженными участками за минувшие сутки были Донецкий аэропорт, поселки Пески, Дебальцево и Станица Луганская. Кроме того, банформирование на предприятиях Донецкой области, не подконтрольных украинской власти, наладили производство оружия. Подтвердилась информация о том, что на предприятиях Донецкой области, которые находятся под контролем боевиков, налаживается выпуск оружия, предназначенного для террористических группировок. В том числе и минометов. И за последние сутки в Петровском районе Донецка отмечено наращивание живой силы боевиков, сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. По его данным, это порядка 100 российских солдат-контрактников. Все они экипированы под террористов. И кроме того, возле населенного пункта Снежное зафиксировано перемещение до 400 российских наемников, прошедших подготовку в учебном лагере в Ростове-на-Дону. В сопровождении вооруженных российских военных они направляются в Донецк. Также отмечена переброска пяти танков и конвоя снабжения противника для тактических групп российских войск в районе Бахмутской трассы. «Украина, будучи суверенной страной, вправе сама определять свое будущее», заявил генсек Оон Пангимун в контексте отмены внеблокового статуса Украины. Он подчеркнул, что ни одно государство не может помешать стране сделать выбор в пользу европейского будущего, в том числе и Россия. Тем не менее, Пангимун акцентировал, чтобы Украина стала членом ЕС, ей необходимо выполнить ряд требований, в частности, провести реформы. И сегодня вступил в силу первый в истории договор ООН о торговле оружием. Его подписали 130 стран, 60 из них ратифицировали. Это первый документ, который регламентирует глобальный рынок вооружений. Он устанавливает общие стандарты для сделок с различными видами обычных вооружений, от стрелкового оружия и ракет до артиллерийских систем большого калибра и военных кораблей. Из постсоветских стран его ратифицировали Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Украина и Эстония. В числе других государств, ратифицировавших договор, США. Россия же воздержалась еще при принятии этого соглашения и не присоединилась к нему. Далее в эфире нашего канала программа «Национальный интерес». Эксперт расскажет о настроениях, которые сейчас у жителей населенных пунктов Донбасс, которые длительное время были под контролем пророссийских боевиков. Смотрите сразу после финансовой информации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова